приветствую на канале диджат друзья не так давно на нашем канале был обзор замечательного юсб микрофон от компании fifa in ampli game если не смотрели этот обзор обязательно посмотрите потому что микрофон стоящий для того чтобы этот микрофон был по-настоящему отличным решением ему не хватало всего лишь пары нюансов но во первых к сожалению у него не было возможности мониторить свой голос в наушниках наушники к нему подключить было нельзя ну и во вторых к сожалению у него никак не отключалась подсветка то есть все время он переливается и все один режим постоянная джеби переливающийся подсветка и отключена она только если сам микрофон выключен во всем остальном это просто отличный девайс и я думаю многие из вас вы уже купили так вот буквально недавно компания fifa in представила новую улучшенную версию данного микрофона fifa in ampli game а 8 итак в коробке нас встречает как обычно вот такая красивая бумажулька приветственная инструкция достаточно подробная но на английском языке до русского к сожалению здесь нет но это не проблема понять все легко и просто потому что там есть картинки и вот так вот друзья выглядит сам микрофон в упаковке и вот он наш красавец также как и у младшей модели у него в комплекте есть поп-фильтр по фильтр на этот раз без рамки и металлический ну и также в комплект положили естественно провод usb на type-c и переходник для монтажа например настойку или пантограф более в коробке ничего нет поэтому пока мы все это дело отложим поп-фильтр здесь крепится к держателю ничего сложного в этом нет вот пожалуйста закрепили итак первое что бросается в глаза у данного микрофона появилась симпатичная достаточно тяжелая подставка это прям большой плюс потому что у предыдущей версии была обычная тренога давайте для сравнения моего распакуемся берем вот для сравнения как выглядит микрофон fifa in ampli game и его новая версия a8 собственно первый бонус отличный это подставка если здесь обычная тренога хорошая вопросов нет но согласитесь как выглядит тренога да и как выглядит подставка в новой модели здесь также есть паук то есть антивибрационный держатель который будет гасить все вибрации идущие например от стола здесь он более подвижный более чувствительным чем подвижней паук тем больше вибраций он гасит и более мелкие вибрации он гасит далее что касается органов управления здесь у нас также как и на предыдущей версии сверху есть сенсорная кнопка которая включает и отключает микрофон для того чтобы она сработала нужно нажимать исключительно по центру здесь у нас работала вся площадь верхняя здесь у нас как я говорил клавиша включения отключения микрофона и на старой модели у нас снизу был регулятор усиления микрофона на новой модели он также есть но уже находится в задней части а на нижней части данного микрофона у нас расположился разъем type-c для подключения его компьютеру ну и также джек три с половиной миллиметра для подключения наушников как я и говорил в начале к этому микрофону можно подключить наушники и мониторить свой голос в режиме реального времени это ли не круто еще один отличный бонус то что в отличие от предыдущей версии у нас теперь подсветка во-первых регулируется во-вторых отключается и делается все это с помощью вот этой кнопочки при однократном нажатии переключаются режимы подсветки этому могут быть различные ржб градиенты переливающиеся ржб цвета ну и также отдельные цвета ну и вы при удержании данной клавиши в течение пяти секунд подсветка полностью отключается либо включается сам микрофон стал чуть чуть выше буквально ненамного вот так вот собственно с органами управления и особенностями мы разобрались а теперь и самым важным звучит ли он также хорошо как предыдущая модель или может даже лучше давайте сейчас на это и посмотрим ну что ж друзья сейчас вы слышите как мой голос звучит на этот микрофон fifine ampli game a8 который находится на расстоянии ну блин с полметра наверное от меня я естественно уже протестировал послушал как он звучит звучит он прекрасно здесь также как я говорил есть возможность мониторить свой голос сейчас я мониторю наушниках как я звучу на этот микрофон усиление у меня выставленность на данный момент на максимум немножечко сейчас подубавлю до чтобы записать тесты на более близком расстоянии и так наша любимая скороговорка друзья билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекари в чане с чаем теперь немножко поближе давайте возьмем руку билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекари в чане с чаем ну и как у предыдущей модели у данного микрофона направленность кардиоида сейчас я продемонстрирую что это и как оно звучит если я говорю прямо непосредственно в микрофон меня слышно громко и отчетливо если я начинаю его поворачивать говорю в боковую часть меня становится слышно намного тише и сзади меня слышно еще тише и ну судя по звуку видно что он отражается попадает все еще там в передней части уже с отражениями до продолжаем вращать микрофон вот я звучу снова в боковую часть да и вот теперь мой голос попадает непосредственно в сам капсуль собственно вот так далее сейчас у меня чувствительность микрофона в системе выставлена на 94 процента где-то на 70 процентов усиления на самом микрофоне вот сейчас его выставляю на максимум сейчас давайте попробуем плавно снизить громкость посмотрим снижает он до каких значений можно ли плавно уйти в ноль говорю я сейчас с одной громкостью и постепенно и теперь снова я начинаю повышать потихонечку голос и да в наушниках я уже слышу что мой голос плавненько уходит в ноль и плавно оттуда выходит давайте посмотрим есть ли щелчок при отключении микрофона но в наушниках я слышу что никакого щелчка нет есть только едва уловимый звук касания пальцем сенсора но если касаться более плавнее не шоркать сам микрофон то никаких звуков не будет в отличие от предыдущей модели здесь поп-фильтр выполнен из металла здесь он был из пластика в микрофоне fifine ampli game как и в прошлой модели в нем есть смысл но поскольку сам микрофон встроен поролон который рассеивает свечение от диодов то не то чтобы дофига большой смысл от этого поп-фильтр давайте продемонстрирую еще раз нашу скороговорку билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем и давайте даже снимать не будем можем поп-фильтр вот так вот развернуть билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем как слышите особой разницы на самом деле нет поэтому если вам не нравится по какой-либо причине как этот микрофон выглядит с поп-фильтром можете легко и спокойно его снять но я знаю вам будет интересно услышать как звучит данный микрофон сравнении с предыдущей моделью поэтому сейчас мы переключимся на него так но теперь собственно звук пишется на микрофон fifa in ampli game предыдущей версии себя мониторить к сожалению на нем уже не могу так что наушники можно снять микрофон как я и говорил отлично вы слышали наверняка его тесты в предыдущем обзоре если не слышали обязательно посмотрите сейчас также уровень громкости в системе на 94 процента уровень усиления на самом микрофоне на максимум и проговорим нашу скороговорку билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарями microsoft за что он утопил пекарей в чане с чаем билл гейтсу не понравились булочки выпеченные пекарей в чане с чаем собственно естественно за кадром послушал оба данных микрофона звучат они очень похожи я бы сказал что новая версия звучит чуть четче и намного более громче у нее явно побольше запас громкости что может для многих оказаться немаловажным фактором ну и по звуку вообще никаких нареканий нет что этот микрофон который мне сейчас в руке мне нравился что его новая модель прям вообще огонь а учитывая что он стал более громким и более чувствительным сплошные плюсы но в плане качества как я говорил это очень схожие решения но опять же зачем брать старую модель когда есть новая не так ли ну что ж друзья как вы только что сами слышали звучит данный микрофон также хорошо как и предыдущая его версия я бы даже сказал немного лучше но в целом практически так же по информации производителя они несколько улучшили внутреннюю конструкцию разбирать конечно мы его не будем на качестве звука это точно худшую сторону не сказалось а улучшение некоторые есть но звучание все равно достаточно близкое все таки к предыдущей версии а в предыдущей версии по моему субъективного мнения звучание было вообще на высоте по стоимости данный микрофон сейчас стоит на алиэкспрессе 3900 рублей что недорого за такой микрофон однозначно это во первых во вторых если приобретать его за доллары то можно купить и дешевле что тоже очень хорошо ну и касательно вопроса стоит ли четыре тысячи рублей такой микрофон до однозначно да и если честно я бы сказал что и вот этот микрофон можно рассматривать покупки за те же деньги да но есть некоторые компромиссы во первых нет возможности мониторить звук наушниках во вторых нет возможности отключить подсветку здесь же этих минусов попросту нет появилась возможность мониторинга вы можете также из компьютера весь звук пускать через наушники через данный микрофон поскольку в него встроена звуковая плата есть возможность регулировки или полного отключения подсветки что тоже круто ну и выглядит он ну как по мне так намного солиднее ну а как вам пишите обязательно в комментариях все обязательно прочитаем так что я могу смело рекомендовать вам данный микрофон к покупке ссылку на него я оставлю в описании под этим видео но обязательно ставь лайк если понравился этот ролик подписывайся на канал и жми в колокольчик чтобы не пропустить новые интересные видео но обязательно заходи наши соцсети вконтакте в telegram канале если youtube вдруг внезапно отключат будем общаться там все ссылки будут также в описании ну и вот здесь ну а на этом у меня все до новых встреч надеюсь что на ютюбе у меня все до новых встреч